Добрый день. В следующие 12 минут вы увидите фрагмент видеокурса, разработанный фирмой CallFax, называющийся «Параллельное программирование и оптимизация для Intel Xeon Fica процессоров». Мы осознаем, что разные люди предпочитают разные стили обучения. И во время наших тренингов на территории Соединенных Штатов Америки мы получили огромное количество запросов провести практические занятия с демонстрацией изменения реального кода. Чтобы удовлетворить эти запросы, мы решили создать данный видеокурс, и то, что вы сейчас смотрите, это и есть пилотный пробный эпизод. После обсуждения теоретической части на тему «Параллельное программирование и оптимизация» мы также продемонстрируем изменения реального кода. Так что наши студенты смогут повторить эти изменения и будут знать, как применять их в жизни. Спасибо, надеюсь, вам понравится, и добро пожаловать в «Параллельную вселенную». В этой части нашего тренинга мы поговорим об оптимизации для векторизации и рассмотрим оптимизацию разбедения цикла на сегменты. Эта оптимизация позволяет отделить операции с параллелизмом данных от инструкций, где данные зависят друг от друга, и, следовательно, хотя бы частично увеличить производительность кода. Чтобы продемонстрировать это, мы будем использовать простой пример вычисления гистограммы. Нам дан массив возрастов H, в котором N элементов. N большое, скажем, 10 миллионов. В этом массиве содержится возраст людей, скажем, от 0 до 100 лет. Мы должны пройти по этому массиву и наполнить гистограмму HIST, в которой есть M групп. Таким образом, мы посчитаем, сколько людей содержится в группе от 0 до 20 лет, от 20 до 40 и так далее. Ширина группы 20 лет. Все наши группы будут иметь одинаковую ширину, следовательно, всего будет 5 групп. Чтобы наполнить гистограмму соответствующими входными данными, нужно произвести две операции. Первая операция следующая. Каждый элемент массива H делится на ширину группы, как показано в линии 4. Результатом является номер ячейки гистограммы. На следующем этапе соответствующие ячейки гистограммы, которые хранятся в памяти как массив HIST, увеличиваются на единицу. Конечно же, это частный случай, но схожие задачи встречаются и при симуляции частиц методом Монте-Карло, когда каждая детектированная частица должна быть помещена в соответствующую ячейку фазового пространства. К сожалению, эти две операции не будут автоматически векторизованы компилятором. Давайте попробуем выяснить почему. Размер векторного регистра на Intel Xeon процессор 256 бит. Туда можно поместить 8 4-байтных чисел. Следовательно, мы можем поместить первые 8 элементов из массива H в векторный регистр процессора. Чтобы посчитать индексы гистограммы, каждое число делится на ширину группы. На уровне железа это может быть реализовано скалярными операциями, которые будут обрабатывать одно число за один раз. Но здесь же нету зависимости данных. Следовательно, эти данные можно обработать параллельно, используя векторные регистры процессора и векторные операции. На интеловских процессорах это обозначает обработку не одного, а 8 чисел за раз. И на Xeon Fica процессор 16 чисел за раз. Теперь давайте обратим внимание на вторую линию нашего кода, где счетчик гистограммы увеличивается. К сожалению, здесь есть зависимость данных, потому что несколько элементов массива H могут оказаться в одной и той же группе гистограммы. И, следовательно, один и тот же счетчик гистограммы должен быть увеличен одновременно несколько раз. К сожалению, данная операция на текущий момент не поддерживается векторным процессорным юнитом на процессорах или копроцессорах. Это случай истинный вектор зависимости. И из-за этого компилятор откажется автоматически векторизовать Ford Cycle в линии номер 3. Это оптимизированный вариант кода, он имеет больше производительность, потому что некоторые операции векторизованы. Разбиение цикла на сегменты позволяет в данном случае отделить векторизированный код вычисления гистограммных индексов от невекторизированного кода увеличения счетчиков. Этот код не будет векторизоваться из-за истинной зависимости данных, как было обсуждено ранее. Вместо одного исходного цикла у нас теперь имеется два вложенных. Внешний Ford Cycle теперь изменяется шагом сегмента. А внутренние циклы проходят по элементам этого сегмента. Мы специально выбрали, чтобы размер этого сегмента был равен 16. Причины, по которым мы это сделали, следующие. Векторный регистр на Intel Xeon Fica процессоре вмещает 16 32-битных целых числа, или 16 floats, точек с плавающей сбитой. Соответственно, мы хотим поместить все 16 чисел в один векторный регистр, чтобы векторизировать эти 16 операций. Соответственно, число итераций во внутренних циклах должно быть кратно 16. Конечно, мы могли бы выбрать число больше, чем 16, но кратно 16. Но тесты показали, что 16 является оптимальным числом для этого случая. Это достаточно типично, что размер сегмента является параметром оптимизации и должен быть подобран для производительности. Как мы увидим через минуту, отчет об автоматической векторизации показывает, что for-цикл в линии 11 удачно был векторизирован. В дополнение к этой технике мы также произвели оптимизацию, известную как снижение вычислительной нагрузки. Мы заменили деление на ширину группы гистограммы на умножение обратной величиной этого числа. Операция деления в современных процессорах значительно медленнее, чем умножение. И так как мы используем эту операцию для каждого элемента вводных данных, алгоритм с умножением должен иметь выше производительность. Ну что же, время посмотреть на результаты наших оптимизаций. На результатах, представленных на этом графике, имеются две группы. Первая группа слева показывает миллионы чисел в секунду, обработанные нашим неоптимизированным кодом. Это скалярный код, другими словами, невикторизированный код. Вторая группа соответствует векторизированному коду, показанному на предыдущих слайдах. Для него использовалось разбиение цикла на сегменты. Зеленые столбцы показывают производительность кода, выполненного на процессоре. И синие столбцы соответствуют копроцессору. Используя разбиение цикла на сегменты и уменьшение вычислительной нагрузки, нам удалось увеличить производительность кода в 2.2 раза на процессоре и 8.9 раз на копроцессоре. Конечно же, мы наблюдаем, что копроцессор в данном случае медленнее, чем процессор. Это потому что мы еще не закончили. Мы еще не использовали параллельность нитей или потоков. То есть в нашем коде мы еще не используем 240 нитей, доступных нам на копроцессоре. Мы обсудим оптимизации для дальнейшего параллелизма в следующем модуле. В следующей практической части мы начнем изменять настоящий код, чтобы продемонстрировать эту оптимизацию. Мы скомпилируем и измерим производительность наполнения гистограммы. Спасибо. И снова я. В данном модуле мы рассмотрим практический пример избиения цикла на фрагменты наполнения гистограммы. Исходный код для этой лабы можно найти среди остальных лабораторных. Лаба 4.7. Оптимизация разделяемых мьютексов. Структура этой лабораторной работы напомнит вам структуру других упражнений, которые мы делали раньше. Мы измеряем производительность функции гистограмм, находящейся в файле walker.cc. В другом файле main.cc мы имеем инициализацию данных, измерение времени и проверка результата. Мы не будем обсуждать структуру main.cc в деталях и больше сфокусируемся на производительном коде в walker.cc. Теперь давайте внимательно посмотрим на файл walker.cc с телом функции вычисления гистограммы. В шаге 0.0 мы имеем неоптимизированный код. Компайлер не сможет автоматически векторизовать единственный for-цикл в нашем коде. А также операция деления снизит производительность кода. Теперь давайте скомпилируем код и попробуем запустить его на процессоре и ко-процессоре. Для компиляции просто запустим make. В make файле у нас указан C++ компилятор и соответствующие флаги. В этом конкретном примере мы используем open.mp и mkl библиотеки. Также запрашиваем репорт векторизации, который будет напечатан на экране. Чтобы создать нативные выполнимые файлы для миг-архитектуры, дополнительный MMIC флаг используется во время создания объектных файлов и линкования. Отчет автоматической векторизации на самом деле показывает, что цикл в 12-й строчке нашего кода walker.cc не был векторизован из-за истинной векторной зависимости в линии 14, как мы объяснили в нашей предыдущей лекции. На нашем процессоре мы имеем следующую производительность. 376 миллионов случайных чисел в секунду. И на Intel Xeon Phi к процессоре 17 миллионов случайных чисел в секунду. Однозначно это не то, что нам хотелось бы видеть. Мы хотим, чтобы к процессор работал быстрее, чем процессор. Теперь, имея результат и начальное измерение времени, мы готовы к оптимизации. Мы можем начать с уменьшения вычислительной нагрузки. Давайте использовать обратную величину ширины группы. И теперь вместо медленного деления мы можем использовать быстрое умножение. Эта оптимизация сама по себе ускорила производительность нашего кода на процессоре на 67%. Теперь применим фрагментирование цикла. Форд-цикл будет изменен, и вместо него мы будем иметь два вложенных форд-цикла. Нам необходимо выбрать число итераций в нашем внутреннем вложенном цикле. И как мы объяснили в предыдущей лекции, мы используем число 16 для этого. Это делается с той целью, чтобы 4-байтные элементы, такие как интеджеры или числа с плавающей точкой, также известные как floats, вмещались в 64-байты векторного регистра. Сам по себе этот шаг не увеличит производительность, потому что у нас до сих пор имеется векторная зависимость во второй линии. Но эта фрагментация подготовит нас к следующему шагу. Теперь мы можем переписать внутренний цикл как два последовательных внутренних цикла. В первом цикле мы будем вычислять индексы, и во втором увеличивать соответствующие счетчики. Теперь вместо вычисления одного гистограммного индекса j мы можем вычислить целый вектор этих индексов. 16 за раз. Для того, чтобы передать эти индексы между одним циклом к другому, мы будем использовать дополнительный массив гистограммных индексов. А во втором фор цикле так и останется невикторизированная операция увеличения счетчиков. И как мы видим после выполнения команды make и репорта векторизации, цикл в линии 16, где мы вычисляем индексы гистограммы, удачно был векторизован. И в то же время увеличение счетчиков, где имеется зависимость данных, до сих пор не векторизован, как и ожидалось. Давайте посмотрим на новые результаты производительности. Из-за примененных оптимизаций код на процессоре начал работать в 2.2 раза быстрее, и на копроцессоре в 8.9 раз. Мы достигли этих успехов путем дата-параллелизма в нашем серийном коде. Но для того, чтобы использовать полную производительность, доступную на процессоре и копроцессоре, мы должны продолжать оптимизирование. Мы должны использовать все 60 физических ядер на копроцессоре и 8 ядер в каждом сокете, доступном на Xeon процессоре. Только после этого мы можем ожидать лучшую производительность на копроцессоре. Вот что стоит ожидать, если использовать эффективный параллелизм нитей. Оптимизация многопоточности будет обсуждена в следующем секции. Спасибо за внимание.